Здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня мы решили рассказать вам последние новости о великолепном аргентинском актере и музыканте Асфальдо Ла Форте. Ну что же, за то время, которое прошло с нашей передачей о нем, Асфальдо успел сделать много интересного в творческом плане. А сплетней? Сплетней не будет, не дает он нам повода. Ну и как-то не жаль. Итак, приступим к нашим новостям. Ну, во-первых, Асфальдо сыграл необычную для себя роль в новелле «Эль Лобо». Лиссандро Диас Пухол – бывший полицейский. И он – абсолютное зло. Человек, который любит убивать, причем делает это абсолютно хладнокровно, без особых эмоций, с холодным лицом. Но именно это и было интересно для актера. Лапорт сказал, что такой роли ему как раз и не хватало – сыграть злодея не карикатурного, трясущегося от злости и страсти, как от лихорадки, а злодея обыденного, какие могут встретиться по соседству. Злодея, которого люди могут узнавать, потому что в каждом человеке есть нечто подобное. Поэтому Асфальдо пришлось поработать как следует над своим героем и придумать ему все. Манеру поведения, манеру говорить, манеру двигаться, порыться в себе как следует и вытащить на поверхность все, что могло бы пригодиться для этого чудного человека. И кроме того, не запутаться, где реальность, а где настоящая жизнь. К счастью, Андриан Суар, продюсер сериала, был абсолютно согласен с Асфальдо в его чисто научном подходе к трактовке этого образа, и работа вышла действительно очень интересной. Затем Асфальдо сыграл еще одну очень значимую роль в сериале «Сосми Омбре». Его герой – Гвида Гоевара, боксер, который впервые появился в сериале «Кампионос» 15 лет назад. Этот сериал и роль Асфальдо Лапорта в нем произвела в Аргентине необыкновенный фурор и на многие годы определила актерскую судьбу Асфальдо. Так вот, Гвида Мачист – характер чрезвычайно трудный и далекий от всяких сантиментов, хотя можно сказать, что душа у него покрыта шрамами. Это один из самых любимых героев Лапорта – образ, который связан у него с самыми лучшими событиями в его жизни. Лапорт сказал, что Гоевара – это роль всей его жизни, точно так же, как Вивиана Сайс – женщина всей его жизни. С Вивианой он наслаждается жизнью и точно так же он наслаждается своим персонажем. Гоевара не случайно вернулся через 15 лет. Он был жив благодаря зрителям, благодаря их любви. Благодаря тому, что этот образ был настолько полнокровен и замечательно сделан, что стал практически самостоятельным существом. Ну а помимо телевидения Асфальдо не забывает и о театре. Надо сказать, что он не только актер, но еще и режиссер. И поэтому он стал режиссером пьесы «Лосновьес де Траволта», а Вивиана сыграла там главную роль. Можно сказать, что 30 лет брака никак не отразились на их желании не расставаться не только в семейной жизни, не только дома, но и на работе. И любовь их не тускнеет, чему вы сейчас увидите самое веское доказательство. Ну что можно сказать, когда люди не только супруги, но и друзья – это очень здорово. Ну а что же их дочь? Неужели она пошла по стопам родителей? И вы знаете, практически да. 16-летняя Хасмин дебютировала в качестве модели и сказала, что ей это ужасно нравится. Ей вообще нравится атмосфера показа, вот эта вот радостная какая-то обстановка вокруг. А еще ей очень нравится играть. Ну а что родители? Родители довольны. И Вивиана, и Асфальдо одобрили ее решение и, в общем, сказали, что девочка у них молодец. И они будут не против, если она станет актрисой. Ну что, молодец Хасмин, не посрамила славную фамилию. Ну вот, пожалуй, все. Но в завершении мы хотели бы рассказать вам очень поучительную историю о нашем герое. В начале съемок сериала «Кампионес» был эпизод, когда от удара дверцей такси Асфальдо повредило лицо. Текла кровь. Доктора сказали, что надо будет наложить несколько швов. Но, лежа в карете скорой помощи, Асфальдо думал не о том, как ему больно, а о том, как он будет играть своего боксера. Поэтому он приподнялся и сказал почти плачущему продюсеру «Не переживай, зато я знаю, как играть этого парня». И в этом весь Асфальдо – замечательный профессионал, преданный своему делу, и замечательный человек, преданный своей силе. Ну что же, спасибо вам, что вы слушали нас. Ждем вас в следующих передачах. Продолжение следует...